Приветствую вас, я думаю, что ключевая ваша ошибка заключается в том, что вы изначально, во-первых, жили с мамой и мужем, это первое, и второе, то, что пытались угождать, то есть по сути вы проявили себя как человека, вы проявили себя как человека, который не ценностно к себе относится, скажем так. Вот это, собственно, те проблемы, которые я вижу у вас. Порекомендовать здесь вам что-то можно, конечно, но только при условии, если вы сами этого хотите. То есть при условии, если вы сами хотите что-либо менять вообще, в принципе. Вот. Потому что пока что вы представляете из себя жертву, ну вы ведете себя как жертва, да, скажем так. Вот. И, соответственно, скорее всего делать вы на данный момент ничего не хотите. Вообще. А вот. Так, по крайней мере, мне видится ситуация. Такое она мне видится. По крайней мере. Вот. Добавить что-либо еще, на мой взгляд, здесь сложно. Я рекомендую вам изучить треугольник Карпмана. Вот. В первую очередь изучить тему треугольника Карпмана. Вот. Чтобы как-то лучше понимать, что происходит. Вот. И, вероятно, больше брать на себя ответственности за то, что произошло. То есть вы говорите про, там, про рыбок. То есть я понимаю, что рыбки это важно. Я понимаю, я не хочу обесценивать. Но, мне кажется, что это несколько вторично, потому что раз ваш мужчина, ну, не выжищал вас, что он просто молчал, да? Вот. Что это означает всего лишь, что он такой вот человек. Но вы, вы его выбрали. То есть вы такого человека выбрали себе в партнера, да? И наверняка у этого есть какие-то основания. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. То есть вот именно основание. Именно основание. И необходимо разобрать. То есть почему вы выбрали именно, ну, именно такого человека. Себе в партнера. Вот так. В принципе, можно обвинять, конечно, можно обвинять сам. Ну, людей, да, можно обвинять. Говорить, что, говорить, что вот, виновата, там, свекровь, там, и так далее. Ну, мне лично кажется, что это ни к чему не приведет. Вы сами как-то оказались в этой ситуации. Да, она неприятная, да, она ужасная, безусловно. Вот. Ну, а дальше-то, как бы, ну, что дальше, да? То есть, что дальше будет? То есть вот вы, условно говоря, сейчас рыдаете, да? Ну, вы говорите, что вот я сижу рыдаю, окей, и что дальше-то дальше. Что вот вас сейчас, что вас сейчас сильнее всего волнует? То есть, это вот то, что в первую очередь необходимо разобрать вам. Да? Вот. Потому что нужно решить, что делать. Вот. Далее, вы пишете, что у вас беременность. Вот. Что вы беременны. И возникает вопрос, а почему вы беременны? Ну, в смысле, какое вы значение вкладываете в беременность для себя самое? Вот. Хотели ли вы быть беременны? Хотели ли вы ребенка? Если хотели, то, соответственно, для чего вы хотели ребенка? Чтобы что вы хотели ребенка? Вот. То есть, это очень важные, очень, очень важные истории. Это очень важные моменты. Ну, вот. На которые вам нужно обратить самое пристальное внимание. Своё. Вот. Вот. Вот вы говорите, что мама сказала, да, вот у вас есть гроз, есть мама. Но сами вы не самостоятельны. Да? То есть, у вас вот очень серьезная зависимость, да, видимо, от людей вокруг вас. То есть, это и от мамы, и от мужа, да, вот. То есть, это всё вот, ну, не есть хорошо для вас. А тут нужно всё-таки выстраивать какую-то свою собственную позицию, нужно выстраивать всё-таки свою собственную модель поведения. Вот. И тогда, я полагаю, будет лучше. А сейчас вы просто абсолютно не самостоятельны. Вот. Давайте, какая штука. Вот. Давайте мы разберем сейчас ваш текст, да, чуть более подробнее я вам покажу ситуацию. Значит, свегровь отдала моих рыбок своей сестре без спроса. Как вы думаете, почему она так сделала? То есть, ну, вы же понимаете, что она это сделала, потому что вы позволили. Значит, вы себя так поставили, что она, свегровь, допустила для себя такой вот поступок. Значит, что? Что значит? Значит, значит, видимо, вы не проговорили свои все правила общежития, да? Вот. Почему-то. Что значит? Вот именно с этим моментом, с этими моментами нужно работать. Как я, например, поставила себя. Как я поставила себя. Вот. А с другими людьми. Дальше. Так. Значит, сегодня она выгнала меня на улицу. Опять же, никто бы вас выгнать не мог, да? Если бы вы сами не позволите, то объективно вы взрослые женщины, которые сами за себя отвечаете. Опять же, что значит, что значит выгнала, что значит выгнала, да? Ох, 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 вот. Никто вас не выгонит без вашего позволения на то. Значит, если она, вот, если она так относится, значит она не очень, как бы, вообще уважает, в том числе своего мужа. Не мужа, простите, а своего сына. Вот. Она позволяет себе так вот вести себя. С вами и им. Вот. То есть это все опять же вопрос именно к тому, как вы себя в отношениях поставили или ставите. Как видите, это очень важные, важные все моменты. Повставили бы себя в отношениях хорошо, да? И не было бы никаких трудностей. Вот. Но почему-то бы этого не сделали. Рыбок мне так и не вернули, взамен других не купили. Ну, опять же, вы ведете себя здесь, вы меня извините, конечно, пожалуйста, но вы ведете себя здесь очень по-детски. Вот. То есть, ну это очень детская позиция. Мне рыбок не вернули, других не купили. То есть, вы поймите, что если как бы так поступают, да, то ни о какой компенсации вам речи-то не идет, вообще так говоря. Вот. И мне не очень понятно, почему вы ожидали этой компенсации. То есть, что, грубо говоря, натолкнуло вас на мысль о том, что вам что-то дадут, дадут опять же, да, и что вы сделали сами для того, чтобы вам вернули, как вы говорите, рыбок и прочее. То есть, здесь у вас, ну, такая достаточно пассивная позиция-то получается. Вот. И у меня вопрос, вопрос к вам. В чем она обусловлена? Это пассивная позиция. Вот. Дальше. Я просила мужа поехать их забрать, сказать, что я не разрешала, и забрали их из-за меня. Не очень понятно, что вы имеете ввиду. Вот. Почему вы просили мужа поехать? То есть, как бы, я понимаю, что вы беременны, но все равно вопрос этот, ну, можно было бы и скорее нужно решать вам самой. Вот. Вы же, этот вопрос как-то вот через, ну, через мужа пытались решить, да. То есть, это, ну, это странная позиция немного. Ну, в том смысле странная, что она очень, эм, как бы, так сказать, ну, деструктивная. Вот. Потому что это показывает, что вы сами, как бы, вы зависите, зависите очень от, эм, значит, ну, от мужа. Вы зависите очень от людей. А вы, и далее вы пишите, а муж не хотел. А, муж не хотел. Муж не хотел, эм, этого дела. И вот опять же, да, вопрос, эм, у меня к вам. А, как вы думаете, эм, вот почему он не хотел? Почему он не хотел? Из-за чего он не хотел? Есть у вас, эм, ну, какие-то предположения? Почему мужчина мог не хотеть, эм, вам, вот, ну, помогать, эм, к примеру. Должны быть основания у, ну, у мужа. Опять же, по моему мнению, это свидетельствует о том, что у вас, эм, какие-то проблемы были. Эм, видимо, еще раньше какие-то проблемы были. Потому что он уже, эм, как бы, не хочет, эм, ну, делать что-то для вас. Да, он уже, как бы, отказывается что-то делать. Что-то это вот, эм, вопрос в том, как вы устраиваете отношения с человеком. По-моему. Дальше. Так, значит, сегодня утром мы встали, пошли в киоск купить хлеб. Вы встали вдвоем. Пошли в киоск купить хлеб. Так понимаю, тоже вдвоем. А зачем? Почему так? То есть, получается, что... Ходить, ходить вы, вы можете. Дальше. Вернулась и вернулись. Она врывается в комнату. Говорит мне, а что случилось? Что такая обстановка в доме нормальная? Я ей говорю, какая? Она мне говорит, собирай вещи под салон. А то в целом доме я тебя плохо чувствую, боюсь слово лично сказать. То есть, очевидно, что здесь конфликт, он не полностью представлен. То есть, очевидно, что у конфликта есть какое-то начало еще, которое вы не поясняете. А хотелось бы, хотелось бы, чтобы пояснили, потому что это очень важная история. Важно, из-за чего свою кровь так настроена. Причем, вы поймите, не только к вам, но и к своему мужу. Вот и к своему сыну, простите. К своему сыну тоже так же настроен. Негативно. Ведь она его семью разрушает. Точно. Выгоняй. Выгоняй вас. Вот. Дальше. Так. Значит, я беременна, а я беременна, собрала вещи, муж при этом молчал и ушла жить к маме. Ну, так это ваше решение. Вы так поступили. Вы поступили так. Смотрите, какая штука. Вы почему-то взяли и решили поступить так. Вот. Ну, опять же. Вы ждали, вы ждали, что ваш муж вам как-то поможет. Вы ждали, что он что-то скажет. Вероятно. Так. Сами-то вы. Как себя вели? Сами. Вот вы сами. То есть вы делаете, вы делали, вы делали все из расчета, значит, на другого человека. Вот. Вот. Получают. И у меня вопрос. А где ваша личная ответственность? За это какое дело? Вы говорите, что муж стоял и молчал. Я его не обравдываю, но, может быть, у них с мамой такие отношения, что он там, а то бы ничего ей не говорит, к примеру. Вот. Это... Плохо. Безусловно, это плохо, что он им сегодня говорит. Это очень деструктивно, но... Ваш муж такой... Вы его выбрали? Вы его мужа? Такого? Знаете? И... Ну, как бы... А что теперь? Вот, что теперь происходит. А теперь вы... Получается... Его не принимает. Ну... Таким... Таким... Какой он есть... И... Как вы считаете, думаете, это... Хорошо? Это хорошая позиция? Таким... 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 Вот вам... Ну... Ну... Нужно... Себе... На... Этот вопрос ответить. Ну... Тогда... Уже... Будет... Будет гораздо... Более понятно, что вам делать. Дальше... Так... Когда я ей сказал... Что... Беременна... Первая беременность закончилась в стрим... Она назвала меня... Свиноматкой... И заказывает дверь перед глазами... Ну... Опять же... Это... Как бы... Не сам конфликт... Это... Его... Это... Продолжение... Начало конфликта... Она в другом... Сержу Рудаю... Мужью 26... Причем... Причем здесь это... Скорее всего... Потом на развод... То есть... Опять же... Это... Как бы так сказать... Это... Это... Следствие... Проблемы... Это... Следствие... Конфликта... Вашего... Понимаете? То есть... Это не сам конфликт... Сам конфликт... Он... Где-то вообще... В другом... Начался... Из-за... Другого... Чего-то... Вот... Но мы этого не знаем... Вы об этом... Ничего не говорите... Вот... А... Рассказываете вы только... Про... Следствие... Вот... Что все-то на самом деле... Немножко... Так... Вы указываете... Получается... Получается... 6 тысяч... Квартиру снять... Несостояние... Это... Где-то... Это... Что за деньги такие... 6 тысяч... Это... Минимальная оплата труда... Что-то... Ваша... Мужь... Так... Опять же... Опять же... Да... Вы ведь... Эээ... Ну... Знали... Что он получает такую сумму... И... Простите... Если я ошибаюсь... Но... Вы его... Принимали... Таким... Такой суммой... Вот... Вы вышли за него замуж... Эээ... Как бы... Знаем... Что у него вот... Такое обеспечение... Ну... Что он... Так... Ээ... Что же... Что же происходит? Ээ... Дальше... Моя мама... Тоже сказала... Что бы его энергии не было... В... Её доме... Его... Я не хочу просто жить... А... Из-за чего вы не хотите жить? А... Как же ребёнок? Ну... Так... Ради ребёнка... Ради ребёнка... Жить... Вы... Считаете... Ну... Не нужно... Ради ребёнка... Вы считаете... Не до того... Чтобы... Ну... Ради него жить... Опять же... А для себя... Как... Как бы... То есть... Как так вышло... Вот... Что... А... Вокруг вас... Люди... Везде... Вокруг вас... Люди... Кроме вас... Кроме вас... Вас самой... Как бы... Нет... Дальше... Значит так... Муж стоял... И молчал... Она обливала меня... Помойми... То есть... Это... Вот... Обида... Здесь... На мужа... Скорее... Имеет место быть... Ммм... Я понимаю вас... Я понимаю вас... Но... Хочу сказать... Опять же... Что... Муж... Он... Поступает... Так... Как... Ну... Поступает... В соответствии... С... Теми отношениями... С... Его мамой... Которые у него есть... То есть... Не совсем... Понятно... Чего... Вы... От него... Ждете... Вот... А... Вот так... Дальше... Я старался им угодить... Каждый день готовил... Убирал... И в итоге... Она сказала... Что я должна... Ей заквластировать... За месяц... Оплатить... Ну... Такое ощущение... Да... Что вы... Опять же... Просто... Унижаетесь... И никак себя не цените... Все... Другие люди чувствуют... И... Соответственно... Вот... Соответственно... Именно с самооценкой... Вам... В первую очередь... Нужно... Нужно работать... Вот... В первую очередь... Соценкой... Вторая... Личная ответственность... И дальше... Уже... По... Ситуации... На этом все... Я надеюсь... Что пойму к вам... Если у вас остались вопросы... Дополнительные... Пишите в личку... Если вам понравился мой ответ... Буду благодарен... Если сделаете его лучшим... Я желаю вам всего самого доброго... И удачи!